Свято Михаила Архангельский женский монастырь в Одессе отметил престольное торжество. Богослужение возглавил архиепископ Южненский Деодор, викарий Одесской епархии. В день собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в Одесской женской обители, освященной в честь Архангела Михаила, состоялось большое торжество. Архангел Михаил в Писании именуется князем, вождем воинства Господня и изображается как главный борец против дьявола и всего беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование – архистратиг, то есть старший воин, вождь. Так Архангел Михаил явился Иисусу на вину в качестве помощника при завоевании израильтянами обетованной земли. Он явился пророку Данилу в дни падения Вавилонского царства и начал созидание Мессианского царства. Данилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровений Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов. Господь дал нам в помощь архангелов, ангелов, бесплотные силы, которые исполняют у Господа всякие послушания. Кто-то одно хранит, кто-то другое исполняет, кто-то третий благовествует из них. И то, что открыто было святым отцам, они до нас занесли, что у каждого ангела Божия есть свой чин, есть свое послушание, которое он исполняет с радостью и любовью и к Богу, и к нам грешным. И это великая радость и утешение, что мы имеем, может быть, тех, кого невозможно ощутить осязанием или увидеть телесным зрением, но они гораздо более сильные, чем мы. И много нам помогают, и хранят нас, и молятся за нас, безших и недостойных. В духе священного писания некоторые отцы церкви видят архангела Михаила, участником других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубивших в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. Этот день для нас знаменательный, потому что 180 лет назад вышел указ святейшего правительствующего синода об основании Одесского свято-архангела Михаиловского училищного монастыря. Эти 180 лет были наполнены и борьбой, и молитвой, и упованием, и, конечно же, преодолением испытаний. Эта обитель воскресла, она процветает, в том числе и благодаря помощи огромного количества одесситов, тех людей, кто неравнодушен, кто разделяет наши ценности, кто любит это святое место. И, как говорилось в указе святейшего правительствующего синода, монастырь этот будет жить от благодати, благодати архангела Михаила. Это главное, это источник нашей жизни радости и вечности. Чтобы понять, как ангел-хранитель участвует в жизни человека, можно внимательно прочитать канон, обращенный к ангелу-хранителю, который есть почти в каждом молитвословии, говорят священники. В нем мы обращаемся к ангелу-хранителю, как к заступнику и хранителю жизни моей. Просим, чтобы он освободил от всяких бед, очистил нас от всего скверного. В этом каноне, который читаем каждый раз, готовясь к причастию, мы приобщаемся к опытному знанию церкви о том духовном мире, о котором нам известно очень и очень немногое. Хочу всех поздравить с этим большим праздником. И нам очень-очень-очень повезло, что у нас есть такой прекрасный монастырь в честь архистратега Михаила. И что мы можем сегодня прийти сюда и порадоваться все вместе этому празднику. Спаси Господи.